доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова разбираем события минувшей торговой сессии самые основные фундаментальные релизы статистику анализируем как этот фундамент повлиял на динамику привычных нам и основных торгуемых инструментов смотрим также за теми отчетами которые впереди то есть на повестке текущей торговой сессии и также пытаемся предположить с максимальной долей вероятности как поведут себя те или иные инструменты опять же реагируя на эти события вчерашний день чем он в итоге запомнится очень динамичным движением британской валюту правда не в ту сторону которую лично бы мне хотелось видеть фунт не ослаб, а вырос но я еще не оставляю надежд увидеть британскую валюту ниже потому что не стал бы сейчас говорить и не буду этого делать о том что в рамках вчерашнего дня что-то изменилось по брекзиту и это что-то снова вернуло на рынок тотальный позитив который начинает стелиться буквально по мировым площадкам касательно тематики брекзита о том что англия на пороге мягкого выхода из состава европейского союза ничего подобного друзья никакого обновленного фона по этой теме по-прежнему все ориентируются на дату 29 марта по-прежнему все говорят о очевидных разногласиях между парламентом и правительством англии и по-прежнему нам очевиден факт от этого политического кризиса который упирается в хоть и успешное прохождение вот ему недоверие терезомы но я думаю что очевидно все таки в отсутствие доверия к ней и это все выражается демонстрируется именно итогами голосования которое прошло критика в ее адрес о том что она не то-то я говорю про терезомы лидер хам который может все-таки обеспечить достоин условия выхода объединенного королевства из состава европейского союза может быть отчасти стоит сослаться на статистику которая имела место быть если в пятницу мы помним когда вышли данные по розничным продажам в англии мы увидели слабые цифры и логичным образом собственно британская валюта провалилась сейчас статистика была уже совершенно другой положительный и вероятно это сказалось на настроениях трейдеров но мне кажется это не так друзья потому что сейчас при всем уважении к статистике к курсу британского регулятора касательно процентных ставок это а фонд второсортный все упирается вокруг и и крутится вокруг брекзита рынок возможно такой волатильностью мощным больше чем на 100 пунктов вниз потом на 100 пунктов вверх еще раз доказывает неопределенность которая пронизывает сейчас все английские площадки и разумеется инструменты которые представлены английским рынком фунт не исключение не нужно связывать локальную динамику с каким-то изменением в фундаменте потому что принципиально он совершенно не поменялся и поэтому друзья я продолжаю делать акцент на то что фунта но лично по моему субъективному предположению удерживать за собой статус долгосрочного фундаментального аутсайдера британцу мы еще друзья вернемся давайте обратим внимание на хронологию по событиям текущего торгового дня что мы будем торговать сегодня в 16 30 выданы по роничным продажам канады канадскому доллару сейчас очень нужна поддержка статистики она с высокой долей вероятности придет сегодня в 16 30 потому что роничные продажи они фактически продолжают по силе отчетов статистику по инфляции раз у нас были на прошлой неделе сильные лизы по индексу потребительских цен мы предположили о том что поспособствовала этому хорошая розница поэтому логично сегодня ждем сильные отчеты ждем что канадский доллар продолжит снижаться с тех локальных максимумов пара точнее доллар канадец на которых оказалось в ходе вчерашнего дня я сейчас попробую объяснить чем было связано именно ослабление курса канадцы ну хорошо что сегодня на азиатской сессии канадец активно убирает в доллар свои позиции мы уже находимся на отметке 133 примерно 25 пунктов и в случае выхода сегодня сильного отчета по собственно розничным продажам укрепление канадца будет продолжено и дальше мы снова уйдем ниже планки 133 1800 выйдет еще релиз по уровню доверия потребителей это статистика дополнительный скажем сигнал либо возможность для нас оценить все то что думают потребители касательно текущей европейской экономической конвентуры с оглядкой уже на глобальные риски вчера мы оценивали бизнес оптимизма то института с юм сейчас когда переключимся на евро доллары я расскажу вам про все эти красные провальные релизы которые лишь еще раз обозначили очень актуальный риск для валютного блока связанный с приближающейся рецессии возможно в семнадцатом году ее удалось миновать но тенденция уже заложена это трендовая динамика крайне разочаровывающих макроэкономических данных разумеется повлияющих на риторику европейского центрального банка на фоне вот этих слабых релизов тем интереснее будет нам дождаться уже завтрашнего выступления драги и понять что то что мы с вами обсуждали по еврозоне то что мы пытались оценить по дальнейшим действиям европейского центрального банка будет подтверждено на фактах самим ецб но ждать осталось друзья недолго одна по сути торговая сессия и замыкать день из с точки зрения важных релизов будет очередной отчет по запасам нефти сша обязательно его дождемся посмотрим за цифрами последние недельные тренды указывали на то что запасы снижаются на этом фоне котировки нефти росли сейчас собственно нет тоже восстанавливается и я уверен то что мы очень скоро возможно даже до конца текущего дня снова уйдем по бренду выше 62 долларов за баррель и снова будем бодаться с медведями продавцами за цель на отметке 65 долларов за баррель как видите ожидания не меняются друзья я думаю что вы присоединились все-таки к покупкам услышали правильные аргументы осознали что их потенциал еще до конца не исчерпан и вместе со мной мы отрабатываем до конца вот эту локальную поддержку вчерашний день целом для рынка нефти был очень интересен мы в течение и в рамках всего дня наблюдали как котировки нефти валились причин было несколько я думаю что стоит обязательно уповать именно на провальный для оптимистов а прогноз международного валютного фонда по темпам экономического роста мировой экономики напоминающего про китай мы детально вчера с вами пытались понять и порассуждать о том что же сейчас является причиной из-за которой заглох от двигателя внешней торговли поднебесные говорили о том что это и проблемы в торговых отношениях со соединенными штатами америки говорили также о том что китай выбрал с рынка все имеющиеся резервы ресурсы после демографического взрыва который обеспечивал китайскую экономику десятилетиями просто грошовой рабочей силы но ситуация меняется ничто не вечно а под солнцем в данном случае в китай который когда-то был двигателем всей мировой экономики сейчас уже выступает идем а то раза тормозом отсюда такое большое количество рисков которые мы обращаем внимание в общем слабая китайская статистика прогнозы мвф все это снизила точнее увеличил опасения за перспективу глобального роста и соответственно за спрос на углеводороды тем не менее если говорить про текущий рост друзья тоже есть несколько причин во первых это прогноз администрации энергетической информации который был опубликован вчера потому сколько ожидается по росту добычи нефти в штатах в предстоящем месяце в феврале так вот прогноз предполагает рост добычи на 62 тысячи баррелей по идее прирост немаленький и еще один сигнал того что активность американских производителей остается на высоком уровне это можно было бы отработать в качестве причины снижения цен на нефть ну здесь работать немного другая логика мы с вами в начале недели говорили про отчет бэкер юз по количеству нефтяных терминалов напомню что за позапошлой неделе в число сократилось больше чем на 20 единиц три недели подряд количество их снижается спад был максимальным с января 2016 года и эта статистика позволила участникам рынка предположить что такой серьезный спад обязательно отразится на замедлении активности американских производителей а значит они будут добывать нефти меньше чем прогнозировалось ранее и судя по от вчерашнему докладу администрации энергетической информации сейчас действительно цели и ориентиры по росту добычи уже не такие амбициозные как раньше надеюсь вы помните мы ведь фактически каждый месяц возвращаемся к этому докладу к этому отчету и всегда говорили со ссылкой на администрацию энергетической информации что в последующем месяце ожидается рост добычи сланцевой нефти в семи крупнейших шельфовых месторождениях сша больше чем на 100 тысяч сейчас вы видите цифра фактически в два раза меньше второй фактор поддержки это тоже новость которая датируется фактически переходным периодом торговой сессии вторника на а среду со ссылкой на белый дом о том что продолжается подготовка к встрече на высочайшем уровне между представителями сша и китаем она состоится друзья уже в конце этого месяца и как ожидается есть даже предположение что на этой встрече а будут сделаны первые серьезные шаги я надеюсь такого обоюдного характера направленные на выход к двухстороннему торговому соглашению и окончательному преодолению торгового конфликта на этом а собственно фоне воспряла нефти на этом фоне стал активно терять японской иен потому что в моменте снизился интерес к ней как защите и доллар быстренько попытался перехватить инициативу в принципе ему это удалось поэтому в отношении нефти мы получили сначала баланса собственно факторов поддержки и негатива сегодня мы больше сфокусированы уже на позитиве мы ждем друзья конца января вот этой обещанной встречи пока что рассчитываем на то что все пойдет соответствии с намеченным сценариям вас позитивным сценариям и опять же предвкушаем еще и отчет по запасам нефти который будет публикован а сегодня причин для того чтобы скидывать сейчас нет нету я продолжаю оставить на дальнейший рост уровень 65 степень аппетит рубль 66 53 несколько дней я не говорил про курс российской валюты надеюсь вы помните мою немного пламенную речь потому что сейчас происходит с рублем то что это исключительное везение для оптимистов это все отголоски удачи на локационной минфина которым также повезло из-за редчайшего стечения обстоятельства из-за которых экономическая конъюнтура сложилась таким образом что россию сейчас используют в качестве тихой гавани и аргументы были следующего порядка что сша shutdown англия brexit европейский союз на пороге рецессии китай худший показатель экономического роста за а 30 лет других экономика ну я утрирую конечно же друзья но надеюсь вы понимаете о чем я говорю других экономика в принципе уже и нету где можно было бы временно сейчас пересидеть то что происходит особенно с учетом того что россия очень завязана с котировками нефти по благосостоянию и сейчас на рынке черного золота очевидно доминирует локальный тренд именно восходящей динамики который также подогревает дополнительные интересы к российскому рынку и рублю это ситуация долго продолжаться не будет потому что все чаще сейчас звучат разговоры много комментов сми даже со ссылками самого трампа о том что шатдаун должен быть прекращен уже он существенно затянулся и как только все таки и демократы и республиканцы договорятся между собой госслужащие выйдут на работу сразу же первое что будет сделано американской стороной это поднят вопрос о новых санкциях против россии и законодатель сосредоточиться собственно этом вопросе доллар иена 109 63 сейчас котировки 109 14 мы видели в рамках вчерашнего дня и все было друзья замечательно мы сместили акценты на иену потому что понимали что с учетом того фундамента который сложился явно большим способом должны пользоваться инструменты с более выраженными защитными свойствами чем доллар отрабатывали мы и слабый прогноз международного валютного фонда по темпам экономического роста были даже сигналы требования сша об экстрадиции финансового директора huawei с канады что участникам рынка в первой полной дня было интерпретировано как причина из-за которого могут серьезно обостриться затрудниться переговоры с китаем но на быстро ситуация изменилась поскольку я уже отметил по конец дня белый дом виде возможно рост этих напряженных отношений и паники которые явно появлялась и относительно того как же дальше будут эти переговоры между сша китаем успокоил рынки отметив что пока что все в соответствии с анамичной дорожной карты встречи состоится в конце января и причины за которых что-то могло бы пойти не так либо причины за которых китай либо сша приехали бы на эту встречу без какой-то мотивации на конструктивные переговоры этих причин нет рынок успокоился и сегодня мы видим уже как доллар друзья прет вверх а но это не значит то что на эту сохранить этой тенденции стоит ставите дальше я уверен то что до конца января все таки каких-то серьезных договоренности не будет и даже по факту этой встречи ничего прорывного ожидать не стоит несмотря даже на то что на рынке может сейчас присутствовать и другая точка зрения переговоры такого формата будут друзья затягиваться до самого последнего срока то есть как минимум февраль и март еще есть и мы перекочуем с этой тематикой и февраль я думаю что собственно и в март поэтому прежние риски которые я для вас обозначил для доллара они все еще актуальны они являются системными это и действия федрезерва по менее агрессивным темпом ужесточения политики и шатдауна но не верю я в роста доллара друзья и считаю что 2019 год будет вводом совершенно другой тенденции евро против доллара 1 1365 целом европейская валюта остается под давлением причин для снижения евро очень много их достаточно еще больше скорее всего будет уже завтра вчера у нас было несколько отчетов по бизнес оптимизма это зью индекс настроения минус 15 со 17 и 5 оценка экономических и экономических условий снижение показателей в два раза 45 до 27 6 зью оценки бизнес оптимизма не германии еврозоны тоже серьезный спад вся эта статистика друзья отражает явные опасения за перспективы экономического роста экономики германия и еврозоны я думаю то что в этом году немецкая экономика если и будет опять же претендовать на какие-то хорошие цифры то это точно не выше чем один процент по экономическому восстановлению если кто-то из вас еще сомневается в том что европейский центральный банк все-таки продолжит повышать процентные ставки точнее вы уверены в том что не продолжит а возобновит приостановленную на много лет активность по ужесточению политики я снова и в очередной раз уже наверное миллионы подсчету рекомендую вам изменить свою точку зрения потому что то конъюнтура которая сложилась на текущем этапе заставить европейский центральный банк сместить оценку рисков с балансового состояния в сторону снижения и плюс ко всему если вам нужны еще аргументы посмотрите где находится сейчас облигации германии они находятся на минимуме за последние два года при такой динамике при таких показателях европейский центральный банк регулятор не сможет выйти на повышение процентных ставок это был бы нонсенс и парадокс та же самая логика и пример того как действует эта связка облигаций и роста процентных ставок посмотрите за фидрезервом как менялись доходности американских трежерис а что происходило с этим ключевым показателем казначейских облигаций по мере роста ожиданий ужесточения политики и по мере опять же снижения вероятности того что темпы роста процентных ставок будут агрессивными вы сможете найти доказательства того что как только рынок уверен в повышение процентной ставки доходности собственно росли что касается сейчас немецких бумаг еще раз повторюсь что они находятся на минимуме за последние два года при такой динамике и cb не будет и не может повышать ставки поэтому в ближайшие кварталы когда нас нам будут интересно заседание европейского центрального банка с пересмотрами темпов экономического роста прогнозов и снова экономической конъюнтуры мы будем лишь убеждаться в том что уже сейчас должно быть очевидной прописной истинный то что политика европейского центрального банка будет мягкой а поэтому евро доллар в числе аутсайдеров сохраняется я жду евро доллар на отметке 11 и думаю что если бы этот год мы не начали бы с паники в отношении не только доллара перспектив американской экономики то евро доллар уже бы находился на этой планке но пока что перспективно более слабым выглядеть доллар он немного вот перетягивать на себя вот это одеяло и акценты внимания но если вы спекулирует европейской валюты друзья вы должны знать что будет двигателем для этой валюты дальше фунт против доллара 1.2950 хай был на уровне 1.2974 я предлагаю ставить на снижение селл стоп с отметки 1.2930 это как сделка доллар канадец уже в принципе также поговорили на текущий момент канадский доллар крепляется против американца 1.3320 может быть чуть выше актуальные котировки мы ждем сегодня роничные продажи по канаде на фоне последних релизов по инфляции есть ожидание того что розницы также прибавит данные по новозеландцу сегодня отчет по инфляции показал резкое снижение с 0.9 до 0.1 процента в квартальном выражении но новозеландский доллар растет и сейчас котировки но 67 74 если бы у нас а не было такого позитивного фона касательно торговых переговоров между сша и китаем то новозеландский доллар уже вы провалился не торопитесь выходить из коротких позиций по австралийцу и новозеландцу друзья потому что участники рынка трейдеры инвесторы вернуться к справедливой оценке национального фундамента и все-таки уже реализованным подтвержденным риском продолжающегося замедления китайской экономики этот фон невозможно будет перекрыть гипотетическим предположением того что сша и китай смогут договориться вот уже до конца этого месяца январь закончится договоренности не будет мы вернемся к статистике и я уверен то что и австралийцы и новозеландцы опустим еще сильнее на этом а собственно все большое вам спасибо за внимание хорошей прибыльной торговой сессии увидимся завтра всего доброго до свидания